Если совсем серьезно, то нет Украины у него на радарах. Ну почему же? Ну что, совершенно... Нет, подождите, я... Мы что, попадаем тогда в зону влияния Европейского Союза? Только, а точнее, скажем, Германию? В целом да. Но, послушайте, давайте, подождите. Мы это с вами сейчас вместе разберем. Давайте как? Где появляется Украина в американской политике на сегодняшний день? Ну, мы не берем там Мексику, Канаду. Это там их ближайшие соседи. Как сказал один мексиканский президент в свое время, проблема Мексики в том, что она очень далека от Бога и очень близка от Соединенных Штатов. Это их проблема. А теперь, значит, то, что уже как бы геополитикой мы называем. Для Трампа, у него первые пункты повестки дня, это выработка отношений с Китаем, причем отношений в самом широком возможном противостоянии, и с Европой. Скажем, с Европой переформатировали отношения, с Китаем вопрос вектора противостояния или холодное... Что, как. То есть вообще с той моделью экономической, какой пришел Трамп, в принципе, Китай противник. Но насколько он это будет корректировать? Давайте вот там подождем. Но в целом, да, мы это можем чуть позже поговорить, я на очень простом примере это объясню. Значит, от Китая, от отношения с Китаем, надо выстраивать отношения с Россией, Россия, Япония, условно, там, Индия, наверное, Россия, Япония, вот нам надо выстраивать, отталкиваясь от отношений с Китаем. И, так сказать, Россия в этот, в этот, в меню вносит украинский вопрос. Он появляется вот там, вот на этой стадии. То есть Китай, по первой производной Россия, по второй производной Украины. С другой стороны, Европа, выстраивание отношений, переформатирование отношений с Европой, там, безусловно, будет, будут этот нюанс, старая Европа и новая Европа, восточная Европа. И вот оно, как вторичное от Европы, восточная Европа, там появляется украинский вопрос. Вот там появляется тоже по второй производной. Она присутствует, но он, он вторичен по отношению к другим проблемам. То есть, и для Трампа, действительно, Украина в большей степени выглядит, как разменная монета. Так сказать, там договориться. Когда говорят, сдаст Украину, не сдаст Украину. Ну, не так, он не будет сдавать Украину. Он передаст Германии и, так сказать, допустим, как вариант, что решать будет Германия, он Германии будет поддерживать позицию Германии. Возможен такой вариант. Не исключено, что какие-то будут переговоры напрямую проведены. Это худший для Украины вариант. Напрямую между кем и кем? Между США и Россией. Между США и Россией, да. И на самом деле, наверное, все-таки что-то знают наши дипломаты, кому-то что-то намекнули, потому что вот там просьба, так сказать, требования, что Россия должна, что Украина должна иметь право голоса на переговорах США и России по поводу Украины, ну, вообще звучит логично. Но, в общем-то, когда Нулан с Сурковым неизвестно, что обсуждали, как-то никто не кричал почему-то, как мы помним. Причем, вы помните, сначала она ставила в известность, о чем договаривалась, с невъездным Сурковым, а потом перестала ставить Украину в визу. Ну, кстати, сейчас Нуланд уходит. Украине надо выстраивать, пытаться свои отношения с Трампом. Давайте вот тоже, значит, ситуация. Давайте бытовым языком. Ну, обосрались, не на того поставили, вопрос не в том, что на того поставили. Поставить можно на кого угодно, не надо другого обделывать. И потом заявлять, что, если мы вспомним, ведь на полном серьезе наши деятели утверждали, что они там решающий вклад, вот теперь Трамп точно проиграет. Ну, как скрины не горят. Ну, когда документы по Манафорту вы имеете. Ну, и документы Манафорту, призывы к украинской диаспоре, которая вся все равно проголосовала за Трампа. Во главе с Футеем, а Футей в день выборов сидел в штабе республиканского сенатора и призывал всех украинцев голосовать за Трампа. Глава, как называется, украинский конгрессовый комитет, правильно? Ну, главный общественный комитет. Вот Футей, председатель, официально всех призвал голосовать за. И так и проголосовали, так сказать. Вот, хорошо. Теперь, ну, давайте, вот мы бы с вами, там, нормальные люди, так сказать. Мы знаем, какой серьезный вклад внес и семья Кушнера в целом, и зять, и брат зятя в победу Трампа. То есть, вот это все по Big Data, это они ему обеспечили, перекрыв, так сказать, ту силиконовую долину, которая официально была на стороне Клинтона. Ну, у Кушнеров, вот если у них там и девелоперский бизнес, и финансовый бизнес, и IT, скажите, вот в этой империи Кушнеров есть пиар-конторы? Ну, без, ну, какая-то маленькая, скромненькая. Там, наверное, не Кушнера, а какие-нибудь Слуцкеры. И сыновья, но в этой, обратитесь туда. Ну, короче, будет. И не надо с такой помпой. А обратились к конторе, к пиар-конторе, заключили договор, ну, с ними, как я понимаю, Ложкин в свое время там работал. 50 тысяч в месяц, то есть на год. Но, первое, да, действительно, контора корнями уходит в республиканцев, к республиканцам. Это правда, но контора засветилась в компании Never Trump, никогда Трамп. А один из ее главных, ну, лиц, кто вот там, он журналист, так сказать, партнер, он лично гадостные статьи писал про Трампа. И сильно им это поможет, называется, ну, им, нашим, нашей администрации продвинуть свои интересы. Кроме того, еще раньше американцы предупреждали, причем в открытую, что когда государство, причем это Украине адресовалось, но говорит, что когда государство третьего мира платит 50 тысяч в месяц официально, мы знаем, что это коррупционная схема, это копейки, это маленький офис, зарплата офиса, причем, мы понимаем, со всеми налогами, это 50 тысяч перевод, вот, денег. Значит, все остальное вы как хотите кэшем платить? Ну, ребята, мы всегда подозревали, что у вас там с коррупцией не очень, ну, как, ну, 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 нет лоббизма за 50 тысяч. Там же непонятно, откуда деньги берутся, то есть, то ли администрация президента, то ли там. Послушайте, а это, ну, небольшие деньги, все равно важно. Я вам хочу сказать, что я думаю, вот, при всем моем отношении, там, что к президенту, что к правительству, что к парламенту, но если бы был бы внесен вопрос, там, лоббирования, ну, пусть там, 10 миллионов долларов на год. Украинских интересов, да. Как говорится уже, ну, после того, чего вы сделали, ну, хрен с вами, 12 миллионов, миллион. Вы еще, Адмитрий Иванович, предложите внести налог, как вот военный, граждан, да, чтобы на лоббирование интересов Украины нам... Я просто, вы знаете, что ужас в том, что мы же с вами... Поддержали, спасибо. Давайте назовем вещь своими именами. Контора нанята не для лоббирования интересов Украины, а для лоббирования интересов высшего должностного лица и его окружения. Вот и все. За государственный счет, кстати. Да, конечно, это будут деньги администрации президента, но на такие деньги можно только личные интересы. Вот вся история. Послушайте, если бы уже хотели это... У меня такая шутка это... Ведь хотите с Трампом помириться? Ну, так быстро назовите, в каком партизанском отряде воевала, так сказать, еврейская прабабушка его еврейских этих внуков. Дмитрий, это в книге есть? Нет, ну это не имеет никакого отношения. Но все-таки интересно, что там за... Ну, это был партизанский отряд Бельского, самый большой еврейский партизанский отряд. Там 1200 с лишним человек воевала. Ну, бабушка, наверное, этого... Ну, прабабушка внуков Трампа, скорее всего, там картошку, наверное, чистила. Ну, тем не менее, она... Что это за гендерные вот эти вот штуки? Нет, это не за... Это Белоруссия, скорее всего, да? Да. Это между Белоруссией и Польшей по нынешней границе. Это та территория, которая вошла по этому, по пакту Молотова-Риббентропа, преступно вошла, так сказать, в состав... Ой, нет, ну как же могла территория войти преступно в состав? Которая по преступному пакту законно вошла в территорию Украины. По преступному секретному приложению. Да. Вот эти письма хранятся ли от этой провожки где-то? Знаете, вот архивы Трампа. Где вы это накопали? Это абсолютно официальная история. Они бежали из гетто. Часть погибла при прорыве из гетто. Они с оружием, ну, мужчины с оружием пробивались и ушли в партизанский отряд. Это их история. Кто-то из... Это бабушка этих внуков, то есть дочка, приезжала в Украину. Там где-то на западной Украине. Вот есть памятник жертвам Холокоста. Там какие-то родственники Кушнеров похоронены. Подойдите. Ну, потому что я знаю, что надо с Трамп... Если придут ко мне и предложат большие грязные деньги, я знаю, как выйти на Трампа, блин. За большие... Ну, пока вы Лукашенко помогаете. Хорошо, он там не слышит его, может быть. Я думаю, что Бацка... Что Бацка уже... Сейчас улицу назовет имени Бельского. И мемориальный комплекс имени Кушнеров, блин. Ну, то есть вы за Бацку не это... Не переживайте.